Вот уже четверть века газет Оренбуржья выходит в свет, попадая в руки преданных читателей, каждый раз подавая им актуальную информацию о жизни как всего региона, так и сельской глубинки, о новостях, касающихся практически каждого оренбуржца. Тираж 15 тысяч экземпляров расходится по всем городам и поселкам области, и это, пожалуй, единственная областная газета, имеющая такую широкую географию распространения по региону. Сегодня век скоростного интернета, когда новости буквально сыплются из всех планшетов, смартфонов, телевидения и радио. Кажется, печатное издание все больше отходит на задний план. Однако наши коллеги, мастера печатного слова, полны оптимизма. У них всегда есть и будет своя аудитория. Когда появился кинематограф, говорили, что театр умрут, но тем не менее живы те и другие. Но также я думаю, что будем прекрасно уживаться и с электронными СМИ, потому что газета – это все-таки бумага – это документ, который есть, который отвечает за свои слова, за достоверность. И хотя еженедельные газеты уступают интернету, телевидению и радио в оперативности подачи новостей, в них есть свои преимущества и возможности – подавать информацию глубже, осмысленнее, с аналитикой. Именно поэтому газетным статьям многие доверяют больше, и прежде всего это люди старшего поколения. В прошлом году мы отметили 25 лет, и у нас очень много читателей, которые 25 лет нашу газету выписывают, и не собираются ее изменять, и нашу газету называют радостной, и очень ждут каждого номера. Чтобы поддерживать интерес газете, журналисты активно пользуются обратной связью с населением, а сами читатели нередко становятся героями публикаций. О своих новых проектах редколлегия поделилась на встрече с губернатором. Юрий Берг пришел в гости в редакцию Оренбуржи, чтобы поздравить сотрудников одного из авторитетных изданий с профессиональным праздником. За чашкой чая вместе они вспоминали значимые события ушедшего года. Это прежде всего большие открытия, онкодиспансера, перинатального центра, а также строительство дорог. И все это становится возможным, подчеркнул губернатор, благодаря социально-экономическому партнерству с крупнейшими предприятиями. В 2016 году у нас в этом направлении сделано намного больше, чем в любой некризисный год. С журналистами губернатор поделился и планами на этот год. Областную клиническую больницу номер один ждет большая реконструкция. Серьезное обновление предстоит в областном туберкулезном диспансере. Начнется строительство дороги от границы с Казахстаном до Акбулака протяженностью 50 километров. Глава региона выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с печатными СМИ. Ведь, как известно, журналистика – четвертая власть. Наталья Мороз, Анна Золотухина, Игорь Бероев. Новости дня.